Сразу на нескольких этажах культурно-спортивного комплекса УНИК состоялся фестиваль науки территория знаний, приуроченный к 220-летию вуза и Дню российской науки. Еще до начала официальной части в главном холле расположились различные интерактивные площадки, представленные несколькими институтами, в их числе Институт международных отношений. Сегодня в стенах Казанского федерального университета 8 числа проходит День науки в КФУ. Наша станция «Создавая возможности» рассказывает о возможностях, которые реализовывают студенты в рамках своих институтов. Мой проект рассказывает об образовательном интенсиве для историков. Многие другие проекты направлены на экологию, экономику, лингвистику и многое другое. На нашей площадке представлены разные проекты, одни из самых интересных. Допустим, фестиваль «Времен». Это проект, который реализуется студентами Института международных отношений. Проект, который стал победителем конкурса грантов стартапов студенческих, выиграл миллион рублей. И теперь наши студенты реализуют этот проект, который был сперва институтским, потом стал КФУшным, а теперь уже стал общегородским. На фестивале свои проекты также представил Елабужский филиал Казанского федерального университета. Основная идея их стенда заключалась в воссоздании в формате виртуальной реальности Центра технического осмотра автомобилей. Студенты Института геологии и нефтегазовых технологий продемонстрировали различные виды горных пород. Институт фундаментальной медицины и биологии предоставил посетителям возможность усовершенствовать свои знания в области первой помощи. Мы показываем сречную легочную реанимацию в рамках нашего проекта «Спаси жизнь», в котором мы ездим по всей Казани. И в разных школах показываем школьникам и преподавателям неотложную помощь. Сейчас мы вам ее продемонстрируем, например, из данного манекена. В первую очередь необходимо оценить собственную безопасность, затем оценить сознание человека. Вам нужна помощь. Затем оцениваем дыхание, то есть ухом прикладываем к вам, чувствуем и слышим, и смотрим на подъем грудной клетки. Затем звоним в скорую помощь и начинаем сречную легочную реанимацию. У мужчин руки накладываются между средним и безымянным пальцем. Вот здесь находится сок. А вообще по правилам от мечевидного отростка, который находится вот здесь, вот два пальца. Давим всем телом в запястье. После 30 компрессий делаем два вдоха и повторяем до приезда скорой помощи. На сцене культурно-спортивного комплекса «Уникс» также выступил первый проректор. Проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Ариф Межведилов. И лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых Ирик Мухаммаддинов. Они поздравили всех присутствующих и отметили значимость вклада каждого в развитие и совершенствование науки в целом. Занятие наукой, конечно, оно очень увлекательное дело. Лирик, совсем не ученый, Антон Павлович Чехов сказал, что наука – это и самое важное, самое прекрасное и нужное дело в жизни. И вот я очень рад, что мы с вами все занимаемся этим важным, прекрасным и нужным делом в жизни. Дополнением интерактивных площадок стали открытые лекции, где профессора и преподаватели Казанского федерального университета рассказали студентам о том, что наука – это легко, интересно и просто, а развитие ее будет способствовать вуз и направлять студентов в нужное русло. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости.